С вами Андрей Нутиков. Давненько я ничего подобного не записывал и вообще не записывал таких особо хороших видео, качественных. Но вот сегодня хочу качественное видео записать и рассказать вам про топ-6 качественных товаров для лета 2020. Здесь ключевое слово качественных, потому что показывать все подряд дешевые товары я сейчас не хочу. В связи с тем, что сейчас у нас прошло во всем мире такая фигня, как вот вирус, который был. И в связи с тем, что экономика у нас подослабла, как во всем мире, так и в России в особенности. Плюс из-за того, что нефть у нас сейчас плохо продается, из-за поправок институции и так далее, сейчас будет очень сложно что-либо продавать людям. Потому что люди сейчас будут стараться сохранить свой капитал, сохранить свои деньги и излишества брать не собираются. Но если брать в учет качественные товары, которые продаются всегда, но конечно не в таком количестве, как вау-товары, например. Но продавать их можно и сегодня я их покажу. И самая главная суть сегодняшнего видео, что я буду делиться правдивыми, так скажем, мыслями. Буду говорить вам абсолютную правду про все, что я сейчас думаю. И буду на примерах показывать, как не надо делать, как надо делать и так далее. Сегодня, хочу сразу сказать, будет более такой сжатый материал. Не буду я там в Wordstat заходить, что-то показывать и так далее, потому что все и так вы это делать умеете. Давайте начнем с первого товара, реплика наушников AirPods 2. Я знаю, что товар заезженный, я знаю, что он уже всем надоел, я знаю, что не каждый умеет его продавать. Но тем не менее, именно на него сейчас спрос высок. Все почему? Да потому что цена, во-первых, привлекательная для продажи. То есть, в районе 3000 рублей вы продаете и люди готовы это покупать. Конечно, закупочная не дешевая, в районе 1250 рублей. Но тем не менее, товар неплохой. Здесь я написал про качество. Качество тоже хорошее, есть звук, есть все. Но в данном случае это такая самая усредненная модель, которая лучше всего продается. Потому что она недорогая и потому что в ней есть только основные функции. Функции GPS, поиска функций, что там еще, я не знаю, настройки тапов и так далее. По-моему, здесь нет, если я не ошибаюсь. Если интересно, посмотрите в видео обзор на эти наушники, которые я записывал где-то полгода назад. Вот в правом углу верхнем вы можете кликнуть и посмотреть это видео. Так вот, наушники тупо для перепродажи. И самое главное, самое главное, я расскажу чуть дальше. Здесь широкая аудитория, то есть, так как про товар все знают, все-таки это Apple. Ну, естественно, это не Apple, это копия. Но вообще AirPods 2 изначально придумана Apple. Все это знают и широкая аудитория знает эту компанию. Естественно, все эти наушники хотят. То есть, таргетируйтесь на молодежь и продажи у вас обеспечены. Даже не нужно никакие дополнительные настройки делать. Тупо на широкую аудиторию можно лить трафик. Но опять же, так как это реплика, конечно же, ни Facebook, ни Яндекс.Директ, ни MyTarget просто так это не пропустит. Поэтому здесь уж извиняйте. Если хотите продавать в большом количестве, разбирайтесь, как говорится, сами. Подсказать ничего не могу, как сейчас бороться с репликами. По гарантии, что могу сказать? Здесь очень важный момент в плане гарантии и брака. Так как все-таки это электроника, электроника дешевая. Китайцы, конечно, постарались сделать действительно хорошую реплику AirPods'ов. И чтобы звук, соответственно, и так далее. Но, к сожалению, брака здесь много. Он бывает. И к этому нужно отнестись с пониманием. Как говорит Владимир Владимирович. Попрошу отнестись к этому с пониманием. Потому что многие из вас, особенно новичков, ребят 16-17 лет, которые лезут в товарку, насмотревшись инфо-цыган, которые рассказывают, что ничего делать не надо, а только деньги зарабатывать. Ничего подобного. И с данным товаром у вас будет очень много подводных камней. Я думаю, вы уже по слайдам ниже видите, что я вам буду показывать скрины того, как делать не надо и как бывает, если вы делаете не так. Поэтому относимся с пониманием. И когда вам приходят эти наушники, старайтесь сразу их вскрыть и проверить на брак. И если вы брак выявили, считаете, сколько бракованных наушников, пишите поставщику, без разницы, буду это я, Optomus.ru, или какой-то другой поставщик. Без разницы, пишите сразу, что у вас брак и что вам нужно это обменять. А не так, что вы закупили наушники, две недели вы их не могли продать, потом клиент у вас купил, и у клиента в ушах они уже, оказывается, не работают. То есть, во-первых, клиент мог их сам сломать, где-то в воду окунуть, неправильно эксплуатировать. Во-вторых, это уже товар, который использован. То есть, даже по законодательству поставщик, то есть, мы не обязаны менять товар, который побывал в ушах, так скажем. Это то же самое, как трусы и носки. Можете об этом почитать в интернете. Поэтому, получаете товар, да, это стрёмно, сразу скрываете сами пленку, смотрите, и после этого реализуете товар. Да, конечно, хочется привезти клиенту, при нем пленочку вскрыть, сказать, что это новое, но, к сожалению, это вы продаете реплику, копию, дешевую, недорогую. Ну да, не супер, конечно, дешевую, но я вам скажу так, 1250 Optom за эти наушники, это нормальная цена, потому что бывает цена, например, 2500 Optom, 3000 Optom, да, это которые со всякими GPS-ами рабочими, со всякой приблудой, с читающимися кодами вот этими на сайте пробиваются. Ну, короче, это все лишнее, я считаю. И если вы купите наушники за 2500 Optom, вы за 5, за 6 тысяч никому нахрен их не продадите. Снимаем розовые очки, ребята 16-17 лет, которые меня смотрят, и понимаем всю суть дела. Ну, и самый плюс главный этих наушников, это компактность. Если вы отправляете почту России, или вы где-то там, не знаю, через курьера отправляете, за счет компактности вы, конечно же, сэкономите на доставке, да и, в принципе, заказывая Optom, вы, например, даже за 20 пар наушников вы дадите не такую большую сумму. Ну, я думаю, основу я все рассказал про эти наушники, уже много раз про них говорил в своих видео, поэтому давайте пойдем дальше. И сегодня, как я сказал, я хочу сделать не просто видеообзор о товаров, а я хочу с вами поговорить по чесноку и рассказать все подводные камни, которые бывают у новичков, которые 16-16 лет, насмотрятся инфо-цыган, и закажут какой-то товар, и потом считают, что все у них неправы, только они одни молодцы. Так вот, эта информация, которую сейчас буду сегодня рассказывать, она относится не только к наушникам, а абсолютно к другим товарам. Хоть это реплика, хоть оригинал, без разницы. Вы продаете китайский товар, который нелегально заводится в России. Вы должны понимать, с чем вы работаете. И вы продаете на аудиторию нищебродов. Ну, извините за такое слово, я не хочу это говорить. У нас, в принципе, вся страна – это нищеброды, и даже я к ним отношусь, ну, как Владимир Владимирович сказал, 17 тысяч – это уже средний класс. Ну, наверное, значит, многие из нас в среднем классе. Но мы с вами должны понимать, что у нас в стране много нищих, бедных людей, потому что зарплата маленькая, и им приходится вот такой дешевый товар покупать. Поэтому при продаже товара, хоть через доски объявлений, хоть через настраничники, всегда говорите людям правду, что вы продаете копию. Например, если вы продаете AirPods 2 и пишете в объявлении, что это оригинал, и человек у вас покупает это как оригинал, то, естественно, что он хочет получить гарантию 1 год. Ребят, при продаже реплики вообще речи ни о какой гарантии быть не может. Человеку нужно говорить правду, что это копия, что она может любой день сломаться, и за счет этого такая низкая цена. Вы при покупке берете ответственность за себя. Да, вы процентов 30 покупателей из-за этого потеряете, но поверьте, вы сохраните свои нервы, сохраните денег больше, и сохраните нервы поставщика, у которого заказали. И второе, проверяйте товар на брак перед продажей клиента. Об этом я уже говорил, скрываем товар сами, проверяем полностью, видим брак, отправляем обратно поставщику. Потому что если вы принесете клиенту в упаковочке, он потом передарит через неделю кому-то, кто-то вскроет, понимаете, у вас у самого не будет доверия клиенту, вдруг он вас обманывает, а вдруг он какой-то другой брак вам заменить хочет, где-то уже заказал, а вы ему реально нормальные наушники продали, он вам вернуть хочет. То есть всегда перед продажей проверяйте сами. Не нужно лениться, вы занимаетесь китайской товаркой, вы продаете некачественный товар, дешевый. Вы должны понимать, что все нужно проверять, иначе вы просто будете попадать на деньги и тратить свои нервы. А сейчас я вам подробно покажу, как бывает, если вы не следуете вот этим двум пунктам, которые я вам только что рассказал. Это скриншоты от моих клиентов, которые продавали AirPods со вторые, ну и по сей день продают. Так вот, вот он продал человек вот этой девушке. Я надеюсь, вы этот номер не используете для спама, потому что ничего с этого не получится, и меня еще при этом подставите. Так вот, он продал девушке эти наушники, она тут же через несколько дней пишет, что у нее что-то там не получается, и пишет, Виталий, проблема, так и остается проблема, забыть устройство и совершить новые настройки не помогает. Хочу поменять наушники. Ну, понятно, что наушники. Видите, да, восклицательный знак, право наушник не работает. Ну, ребята, такое бывает. Что ж тут поделаешь. Это китайский товар, нужно было сразу вот человеку, который продал вот этой девушке товар, Виталию, нужно было проверить наушники самому, и уже после этого реализовывать товар. Естественно, как все получилось? Он поленился, принес клиенту в пленке, сказал, что это оригинал, что гарантия год, или я не знаю, сколько он там гарантию наобещал, она с радостью купила там, не знаю, за 3, 3,5, за 4 тысяч, за сколько он ей продал? Может быть, как оригинал он ей за 5 и за 6 тысяч продал, сам купил за 1200. Так вот, и в итоге что? Человеком начинает названивать, выносить мозги, он, естественно, как самый умный, берет и делает скрин и скидывает это мне в личные сообщения, и вот этот человек мог мне полночи писать, говорить, что я такой козел, продал ему плохие наушники, и его клиента недовольны. Так вот, ребята, снимаем розовые очки. Это китайский товар, по приходу сами все проверяем и обязательно говорим правду человеку, что это копия и на нее нет никакой гарантии. Вы садитесь перед продажей, вернее, перед покупкой с человеком и лично вместе проверяете качество товара, проверяете левый, правый наушник, подсоединение, как зарядку держит, и говорите, никакой гарантии, вы все проверили, идите в жопу. Ну, извините, пожалуйста, что я так грублю, но на самом деле так оно и есть. Все-таки продает этот человек через доски объявлений. А через доски объявлений, если вы купите даже БО автомобиль, например, через неделю у вас клинанул двигатель, вы что, позвоните человеку, скажете, козел что-то мне продал? Да никто даже трубку не возьмет. Автомобильный бизнес так и построен, поддержанных в автомобиле, что вы покупаете кота в шляпе, а там уже думаете. И здесь то же самое. И почему вы даете гарантию, говорите, что это оригинал, заведообманывает человека. Человек, когда поймет, он будет негодовать. Ну, вот и результат. Следующий. Вот какой-то Литвин, тоже купил наушники, тоже у человека, который у нас оптом их заказал. И вот он пишет, надо поменять или деньги вернуть. И на звоны пошли. Просто не успел человек написать, уже через минуту звонит, потом опять пишет, блин, так нехорошо получилось, я же вас просил, нормально, это же подарок, перезвоните мне срочно. Так вот, потом человек вам мозги будет долбить просто, и вы будете сидеть трястись, потому что вы продаете в своем небольшом городе, и этот парень, возможно, он там здоровый, или у него брат здоровый, придет к вам в гости, или где-то вас на улице встречит, ну и даст вам издюлей, как говорится. Поэтому всегда говорим правду, и, по-моему, в этой переписке, кстати, даже дальше этот парень начал угрожать, и расправы, и так далее. Поэтому, ребят, говорите правду, вот серьезно вам говорю. Понятное дело, что продавать и так сложно, но если вы будете врать, а тем более во времена такие экономически сложные, люди, вы не представляете, какие злые, могут избитые прийти. Вот следующий пишет, это уже в инстаграме, также клиент продал, по всей видимости, AirPods 2. Добрый день! В воскресенье девушка продавала у вас наушники, которые оказались непригодными к использованию. При проверке недостатков выявлено не было, они были обнаружены позже, но это не отменяет ее право на возврат, некачество товара, бла-бла-бла. Они к вам обращались, но вы пригновили, показав себя, как недобросовестного продавца. Блин, чувак, купил, не знаю, там, на Авито, ну или где, и ладно. Она к вам обращалась, ну так, в данной ситуации вы явно неправды. Я предлагаю вам решить проблему без никому не нужных проблем. Тем более, цена вопроса всего 3450 рублей. Я не думаю, что вам бы хотелось, чтобы в отношении вас были проверки вашего статуса загистрированного ИП. Хочу вам подчеркнуть, что зачастую, те, кто эти наушники про это, у них ИП даже близко нет, и зачастую им по 16-17 лет. Сертификация продавала вам товар и так далее. Я предлагаю вам встретиться. Ну, короче, угрозы пошли чистой воды. И все почему? Потому что человек продавал товар как оригинал, и человек обещал кучу гарантий. Ну и цена, смотрите, 3450. Естественно, человек за такую сумму покупает, он считает, что либо это БУ, БУ, оригинал AirPods 2, либо он считает, что это суперкрутая реплика. Но вы, естественно, продаете недорогую реплику, которая вообще не может никаких гарантий давать на работоспособность. Продаете за 3450, естественно, человек будет негодовать. Поэтому включаем голову, чтобы таких ситуаций не было. Подчеркиваю, эти скриншоты все настоящие, скидывали мне лично их. Дальше, ну, видимо, с человеком на улице Кирова, на проспекте Кирова встречались. Севший, цвет. Добрый день, такая проблема, перестарю разжаться, право наушник, можем встретиться, я могу сам подъехать, куда надо, если что, посмотрите сами, может решите как-нибудь эту проблему. Это же не дело, я за них деньги отдал, они неисправны. Ну вот, опять же, не проверил продавец перед тем, как вручить товар, вот и результат, пожалуйста, негатив, и нафиг оно это надо. Дальше, это же цвет рекламы, так-так-так-так, я вот за KFC на входе. Здравствуйте, у нас небольшая проблема с наушниками, два дня пытались точно убедиться, они включаются часто, включаются часто просто так, либо только один наушник правый, когда можно будет встретиться и поменять, наверное. Видите, опять же, человек не проверил товар, ну, к примеру, из 10 наушников одни бывают бракованные, вот эти бракованные он принес человеку, и человек теперь все мозги выносит. Понимаете, вам это потом дороже, во-первых, вы репутацию свою портите, во-вторых, вы карму свою портите, и в-третьих, это негатив, это негативит человек, звонит вам, матерится, ругается, угрожает, нахрена это надо? Дальше, так, погодите, когда у вас спросили по гарантии, вы сказали гарантия месяц, или уже не так все, с наушниками я делал все, что угодно, и к другому телефону получалось, и все равно то же самое. Ну, попробуйте в ДСК, давайте-ка решать мою проблему, ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба, ну, короче, все то же самое, по накатанной, как и до этого было. Гарантия месяц, ребята, на копию, вы что, угораете? Да какая гарантия? Неделя максимум, и то, не знаю, там, на работоспособность. Я говорю, вообще никакую гарантию на копию давать нельзя, но будьте реалистами, тем более, если вы через доски объявления продаете. Дальше. Так, да, я на работе, то-то я выехал на парковке, тогда так, добрый вечер, наушники не работают. Ну, чувак, проверь товар, и такого момента не будет. Ну, в общем, извините за негатив, сегодня просто у меня видео, реально такое с негатива началось, я начал вот это все разливать дело, развивать вот эти вот ситуации, когда человеку негативит, а потом мне эти все скриншоты в 2 часа ночи накидывают и названивают, мне, мои клиенты, оптовые. То есть, ребят, так делать не нужно, уважайте свой труд и труд других, я эти наушники, к сожалению, сам не провожу, как поставщик, я закупаю их в Китае, мне они приходят в пленки. Если хотите, за дополнительную плату я могу нанять человека, он будет проверять каждый наушник и отсылать вам, ну, просто вам потом невыгодно будет. Сам простой вариант, получили наушники, проверили за счет поставщика, потом это все обменяете. Поэтому, ребята, вот, запомните мои слова и поставьте лайк этому видео. Так, ну вот, по негативу, по негативу, про плюсы рассказал, давайте теперь разберемся, где и как продается. Ну, естественно, это доски объявлений, Юла, Авито и разные другие городские доски объявлений, которые у вас есть, естественно, рабочие доски объявлений. Ну, вот, как видите, да, за 2,500, кто-то за 4, кто-то за 3,500 продает, да, в подарок вот дают эти чехольчики под них, которые стоят, кстати, недорого, кто-то за 3,600. Ну, в общем-то, доски объявлений работают. Давайте даже на примере глянем, как у нас работают доски объявлений. Ну, вот, как я говорю, человек, видимо, в подарок делает чехольчик, сам отфотал, то есть, все красивенько, вот, срочная, самая точная, качественная копия, та-та-та-та-та-та-та, ну, опять же, продают как от магазина, я, конечно же, по-другому немножко оформил бы этот текст, я уже много раз говорил, что стараться нужно продавать от себя и делать какую-то реальную историю, что вы, например, оптом закупили, у вас остались излишки, и вы продаете по себе стоимости, тогда у людей больше желаний будет у вас купить, чем как у какого-то магазина барыги, люди не любят барыг, тем более на вид и юле. Ну, в общем, тут все понятно, 3,450, вот, все круто, молодец, давай дальше посмотрим, что еще у нас тут можно, так, социальные сети, социальные сети, ну, вот, в данном случае я взял, по-моему, неплохой инстаграм-аккаунт, развитый, видите, да, тут он даже ведет, даже сторисы выкладывает, то есть, вот, все красивенько оформляет, рассказывает его, как он отправляет, то есть, неплохой развитый аккаунт, 11 тысяч у него уже подписчиков, вот, то есть, видно, что ведет аккаунт, видно, что аккаунт живой, видите, комменты, просмотров по 700, лайки, смотрите, 170 комментов, по всей видимости, он здесь что-то показывает, работоспособность, но, в общем, круто, эти AirPods 2, по чесноку, вот видите, люкс копии, один в один, можно, да, я говорю, находить копии за 2500 опыта, можно находить за, как у нас, 1250, можно и дешевле, наверное, найти копию, ну, в общем, вариантов много, но, в данном случае, на нашем сайте, самая продаваемая версия указана, вот, ну, в общем, инста хорошо развита, не знаю, как по счету ВКонтакте, но ВКонтакте сейчас сложно развивать, по поводу Одноклассников, Facebook, но если вы умеете работать с другими социальными сетями, пожалуйста, заводите, можно в ТикТоке попробовать, почему бы и нет, ну, в общем, товар продается, вот, как видите, рабочие аккаунты, я вам показал, ну, и, конечно же, через сайты, вообще никаких проблем, единственный момент, что через сайты, как я уже сказал, модерацию будет пройти сложно, потому что это реплика, потому что это интеллектуальная собственность, в данном случае, Apple, и здесь нужно, конечно же, думать, как это все продавать, но в данном случае, по всей видимости, это сайт развитый по SEO, то есть, вот SEO тексты здесь, и, как бы, человек заходит, например, в Яндекс, пишет, купить копию AirPods 2, и, одно из первых, вот это, органическая выдача, человек заходит и покупает, цена, как видите, 3,990, скорее всего, они продают точно такую же реплику, как у нас, ну, можно почитать, может быть, здесь и GPS, всякая фигня есть, не знаю, давайте сейчас этим заниматься не будем, если вас заинтересовало, сами этим разберетесь, ну, и давайте посмотрим по ценнику закупки, что сколько стоит и так далее, а, ребят, сразу хочу извиниться, да, на свой сайт внедрили вот такую вот, Google рекламу, надеюсь, сильно вас не отвлекает, но я ее настроил так, чтобы все-таки более релевантные запросы были, да, подходящие под тематику товарки, вот, ну, просто из-за коронавируса приходится выкручиваться, и вот сделали такую фигню, денег она копейки приносит, но приносит в долларах, а доллар, как известно, в ближайшее время может подскочить и до 250 рублей за, за 1 доллар, поэтому вот так вот делаем, и так, беспроводные наушники AirPods 2, ну, вот ценники, как я сказал, в среднем 1250, да, это если от 30 штук брать, ну, вот здесь можете посмотреть видео, да, или давайте я вот здесь, сейчас в правом углу оно высветится, посмотрите, я лично сам показывал обзор на эти наушники, он набрал немало просмотров, ну, и как бы, как бы лучше посмотреть, чтобы понимать, с чем работать, вот, ну, пацанам все понятно, я думаю, в общем, если вам это интересно, то тестируйте, и начните с досок объявлений, и можно инсту создать, кстати, через инсту часто льют напрямую, в таргет, в таргет инста, и самое интересное, что каким-то образом, это даже проходит модерацию, вот, так, давайте поедем дальше, о наушниках я уже все сказал, так, рюкзаки канкин, естественно, это тоже реплика, но мне нравится в них качество, не первый год мы уже их продаем, я тоже про них записывал видео, делал различные обзоры, рассказывал, ну, именно поэтому я и снова про этот товар, сейчас буду рассказывать и показывать, так, это опять же реплика, здесь есть множество подделок, поэтому будьте осторожны, в данном случае, то, что у нас есть, это хорошее хлопковое качество, может быть хлопок, или не знаю, как правильно называется, но держать в руках приятно, из всех проданных рюкзаков, у нас не было ни одного брака, по-моему, один был, там вот такая вот заклепочка, отлетела, но это было из, не знаю, 5000 проданных рюкзаков, одна единица, поэтому очень качественный товар, с минимальным браком, на который можно реально давать гарантию, да хоть год, но хотя нет, год не надо, все-таки эта копия может где-то разорваться, со временем, но месяц точно можно дать гарантию без проблем, конкуренция здесь небольшая, что мне тоже нравится, и выглядит он очень классно, и большое количество расцветок, ну, кстати, ассортимент я считаю все-таки больше минусом, чем плюсом, потому что, ну, потому что дальше вам покажу почему, так, про копию сказал, ну, и самое главное, это широкая аудитория, да, берете там ребят от 18 до там 27 лет, может даже пошире можно взять, и просто на них таргентируетесь, даже не обязательно какие-то настройки указывать, но, конечно же, единственный минус, что здесь может быть проблема с модерацией, хотя в Яндекс Директе я часто вижу, рекламу этих канкинов, буквально пару сайтов рекламятся, и, по всей видимости, каким-то образом они обходят модерацию, возможно, какие-то документы подставные предоставили. Итак, дальше, где это все-таки продавать? Ну, конечно же, как я всегда говорю, доски объявлений, самый плюс, что на досках объявлений это проходит модерацию, что его не блочат, как, например, G-Shock'и, или там, не знаю, другие реплики брендов, здесь не блочат, и доски объявлений отлично работают. Также используем «Авито, Юлу» и другие популярные доски, которые есть в вашем регионе. Так вот, пример. Пример. Ну, вот, человек реалистично отфотал сам. Я вообще всегда советую самому отфотографировать все на доске объявлений, потому что это вызывает доверие, и у вас не будет проблем, что Авито не пропускает ваши фотографии. Вот такое описание, простенькое. Цена 1990, я считаю, это неплохо. Неплохая цена для продажи через Авито. Маржа неплохая, но и качество, как я уже говорил, хорошее. Единственное, что человек здесь не пишет про реплику, все-таки я рекомендую всегда говорить правду, что это хорошая реплика, потому что человек, если узнает, что это не копия, люди бывают разные, он может начать на вас и в полицию писать, может угрожать, как я уже на скриншотах показывал, и все, что угодно может произойти. Поэтому даже при звонке по телефону, когда вам звонят или пишут на Авито или еще где-то, напишите правду, что просто это хорошая копия. Как я уже сказал, процентов 30 отвалится клиентов, но это 30 значит не ваш клиент, это будут именно те мозгоделы, которые вам потом мозги вынесут. Итак, поехали дальше. Социальные сети, да, вот тоже я для примера взял развитый, насколько я помню, инстаграм-аккаунт. Через инсту вообще такие вещи хорошо продаются, по типу... Блин, там лазит. Вещи по типу копий вот AirPods, Gankin, ну такие вот модные, стильные вещички, которые хорошего качества. Тоже смотрите, очень развитый аккаунт, 17900 подписчиков. Вот у него есть Landos, даже свой. То есть, давайте сразу про сайт разберем. Итак, почему я говорил, что ассортимент это плохо. Во-первых, Канкины бывают трех видов. Это Канкин номер два, по-моему, называется, ну или Канкин классик, вот он он, это самая популярная модель, да. И бывает Биг модель, видите, сколько видов, это же жесть просто. Классик Rainbow, это с радужными ручками, она обычно подороже, в оптовом заказе стоит. И модель большая, то есть, Биг. И Канкин мини еще. Ну, короче, видов их дофига, даже не три, а четыре, может даже больше. Так вот, в чем минус ассортимента? Минус в том, что нужны огромные вложения, чтобы весь ассортимент у вас этот был. Это первое. Во-вторых, у нас, как у поставщиков, не всегда бывают все расцветки. Ну, к примеру, скопировали в этот лендинг или создали сами, разместили на сайт огромное количество расцветок. И у вас, к примеру, заказали вот этот вот рюкзачок. И вы пишете нам, как поставщику, есть рюкзак наличия? Я вам скажу, что нет. Потому что, такие рюкзаки приходят с Китая в количестве 3-5 штук, потому что, покупают их редко. Привозить сотнями смысла их нет. Следовательно, у вас потом возникнут проблемы, если вы начнете продавать. Мое личное мнение, если лендинг делаете, делайте туда, не знаю, именно те модели цветов, которые есть у вас. Ну, или хотя бы самые популярные. Ну, потому что, вот такой, ну, не всегда его найдете. Не знаю, вот такой тоже не всегда найдете. Он приходит в малом количестве с Китая. Вот такой, ну, такой, ладно, еще нормально. Не знаю, ну, вот радужные тоже небольших количествах, и они дороже. Тут тоже ценник нужно будет побольше делать. Кстати, цена довольно-таки недорогая для продажи через лендинг. Но, по всей видимости, он нигде не таргентируется, на рекламу деньги не тратит. Скорее всего, переходит просто отсюда. Кстати, вот эти UTM-метки он даже прописал, чтобы понимать, откуда клиенты приходят. Ну, вот тоже, в общем, развит инстаграм-аккаунт с красивыми фотографиями. Как вариант, если вы канкино закажете у нас оптом, вы можете сами походить вот так со своим другом-подругом красивые фоточки поделать и выкладывать в аккаунт, делать видосики, еще что-то. Это все будет заходить. Главное делать красиво и главное любить то, что делаешь. Ну, как видите, очень развитый аккаунт, много комментов, много лайков. Ну, вот видите, пишут цена, 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 сколько стоит. Ну, то есть, не пишут вау, как красиво, то есть, спам какие-то, комментарии. Действительно, люди интересуются ценой, действительно, людям интересно и даже не только с России, насколько я понял. Так что, вот вам хороший вариант. Видео про канкин тоже можете посмотреть в правом верхнем углу, сейчас оно высветится. Зайдите, посмотрите, это видео я тоже снимал, рассказывал про эти рюкзаки и многие так негативили, что хрен продаж, что товар вообще говно. Ну, ребят, мнение ваше, я вам показываю примеры, хотите верьте, хотите нет. Ну, сайт, вот пример я не буду показывать. Конечно, не знаю, как здесь продавать, но, в принципе, каким-то образом, модерацию я видел, что проходит и через сайт тоже можно продавать. Но, если вы новичок, ни о каком сайте речи идти не может, потому что бюджета, стартового капитала у вас не хватит закупить огромную линейку всех расцветок и у вас будут потом огромные проблемы. Вы будете тратить большие деньги на рекламу, у вас будут заказывать какой-то определенный цвет, а его у вас наличия нет, ну, следовательно, следовательно, вы на этом будете терять. Давайте посмотрим оптовые цены. вот вообще, какие есть виды на нашем сайте, да, вот это дешевый вид, давайте на него зайдем. Здесь прям даже видно, что он выполнен из такой, как вот, пленкой, как будто, видите, покрыт. Вот это качество хуже, такие рюкзаки вы хрен продадите, я их крайне не рекомендую. Это Биг, конечно же, он подороже в оптовой закупке, это Мини, конечно же, он дешевле, это Премиум вариант, да, который я рекомендую покупать, вот именно вот эти Премиум, это самое-самое хорошее качество, они сделаны из ткани, не знаю с какой, но выглядит очень классно, ну и цена оптовая, вот такая. Ну и естественно, для постоянных клиентов предусмотрены скидки и так далее, обращайтесь. Есть с кожаными ручками, они дороже, естественно, есть с радужными ручками, как я вам показывал на сайте, ну и есть вообще другой вид, его редко кто продает, но вот, извиняюсь, я бы рекомендовал бы на него обратить внимание. В общем-то, по Камкинам, не знаю, уже заезженная тема, я уже не раз про них рассказывал, но уже говорить нечего, товар действительно продается, у нас берут в большом количестве, не только для продажи, вот через то, что я показал, также берут оффлайн-магазины, оплачивают через расчетный счет и продают через свои магазины, то есть, прямо копии где-то, реплики выставляют, знаю, что ребята с Нижнего Новгорода заказывают, еще с какого-то города, и самое интересное, что у них магазин аниме-продукции, то есть, я не знаю, как это выглядит, но я примерно представляю, думаю, вы тоже представили, и там они размещают вот эти рюкзаки Камкин, и по всей видимости, это их самая целевая аудитория, и они у нас десятками, там, 20, 30, 40 штук в месяц заказывают и продают, но честно скажу, сейчас после коронавируса их не видно, не слышно, я очень надеюсь, что они не закрылись, надеюсь, что государство им чем-нибудь помогло, давайте дальше пойдем, детские фото и видеокамеры, извините, ребят, глотну, детские фото и видеокамеры, ну, это очень заезженный на данный момент образцовый товар, трендовый, все его знают, здесь отличное качество, хорошая маржа с них, ну, потому что все-таки это электроника, и можно неплохо на них наценивать, несмотря на то, что в закупке они тоже очень не дешевые, то есть 900-1300 рублей у них оптовая цена, там тоже зависит от многих факторов, много видов, да, здесь я только показал вам зайчика, а так вообще бывает и зайчики, и, господи, что там, коровы, и медвежата, и просто в виде фотоаппарата такого детского, ну, в общем, видов дофига, и это тоже прикольно, потому что можно сделать мини-интернет-магазин по продаже именно вот этих фотоаппаратов, товар исключительно летний, да, вы можете сказать, что ты чё, это же фотоаппарат, но нет, это летний, дети берут их куда-нибудь на речку, в чём плюс, он типа водонепроницаемый, опять же, не обещаю, что он водонепроницаемый, скорее всего, он защищает только лишь от брызга, поэтому писать, что он водонепроницаемый, где-то я крайне не советую, но товар летний, во-первых, он яркий, во-вторых, детям, где с камеры ещё бегать, только летом, фотографировать бабочек и так далее, мало брака, да, ну, несмотря на то, что это электроника, товар выполнен качественно, в оптовой закупке он не дешёвый, брак минимальный, ну, хотя он тоже бывает, это всё-таки электроника, ну, и товар трендовый, как я говорил, не буду заходить в Wordstat 10 раз показывать, я думаю, вы, ребята, не маленькие, многие из вас знают, что такое Wordstat, заходите, вводите детские фотоаппараты или детские фотокамеры или детские видеокамеры и смотрите там на графике, как и идёт спрос на этот товар, скажу вкратце, что сейчас, с мая месяца, график пошёл вверх, можете сами лично зайти проверить, где продавать, ну, конечно же, доски объявлений, ребят, кстати, хочу сказать, вот всё, что я вам показываю, это не значит, что этим стоит ограничиваться, продавать можно где, хоть где, и маркетплейсы тоже можно подключать, я здесь не указал маркетплейсы, но они реально тоже офигенно подходят под этот товар, проверены лично, отлично проходят модерацию и есть на них спрос и заказывают, и самое главное, отправлять не стыдно. Доски объявлений, ну, вот на Авито, как видите, 1600, 1650, 1100, 1100, но вот 1100, это дешёвый вариант, он рублей 600 оптом стоит, следовательно, поэтому так дёшево продают, но и не факт, что это ещё розничная цена, зачастую можете посмотреть на Авито, продают даже оптом, вот, я этим не занимаюсь, но знаю, что ребята многие делают. Давайте примерчик посмотрим вот этого объявления на Авито, ну, вот человек просто копернул картинки из интернета, с Яндекс.Картинок, вставил и сделал такое обычное описание, тоже откуда-то копернул, ну, конечно, оформление так себе, я говорю, лучше всего на самому нафотать красивенько, показать функционал, то есть самому, не вот какие-то фотки квадратные, а самому показать функционал и от руки написать описание, во-первых, люди этому больше доверяют, во-вторых, у вас есть шанс выйти по SEO, да, ребята, вы не ослышались, по SEO, Авито тоже выходит, это часто можно заметить, так вот, ну, как-то так оформил, ценник 1650 неплохо, молодец, давайте дальше смотреть, что есть, ну, конечно, дужское объявление, не только Авито, просто я люблю, для примера, брать Авито, социальные сети, ну, здесь, пример, я тоже взял Instagram аккаунт, просто Instagram сейчас, как-то, по моему мнению, снова начал неплохо работать, вот такие вот аккаунты, тоже неплохо работают, ну, здесь я нашел какой-то такой, левый аккаунт, который, походу, не ведется, ну, 21 мая, последняя фотография выложена, никаких лайков, ничего, вполне возможно, что человек просто этот аккаунт сделал, для того, чтобы таргетировать этот аккаунт, и люди потом переходили на ссылку на сайт, и уже тут заказывали, ну, на самом деле, это не очень удобно, лучше не на сайт ссылку делать, а куда-нибудь в WhatsApp, и ценники уже здесь прописывать, так будет больше шансов, что человек закажет, потому что, это человек зашел на ваш аккаунт, он посмотрел, кликнул сюда, потом опять посмотрел, и поопять кликнуть, то есть, слишком много телодвижения, лучше сразу сделать здесь ссылку, либо на заполнение формы заказа, либо ссылку на WhatsApp, чтобы человек мог зайти, и вам написать, вот, ну, за 2, 300, это, по-моему, запредельная цена, для такого фотоаппарата, если он рублей 700, оптом стоит, но, тем не менее, если у человека есть продажи, то он молодец, и так, давайте, долго зацикливаться не будем, я думаю, все и так понятно, ну, и сайт, пример я уже показал, давайте все-таки, еще раз посмотрим, ну, это он же и есть, все, мы его посмотрели, так, цена оптовой закупки, цена оптовой закупки, о, видимо, я не поменял, ладно, фото, ну, вот, видите, у нас на сайте, их просто дофига видов, разных, вот, они дорогие, дешевые есть, ну, давайте, вот, новый, который недавно добавлен у нас на сайт, Китти, в виде кошечки, вот так он выглядит, прикольный, цена, сразу говорю, не дешевая закупки, потому что здесь есть встроенная память, и он по качеству лучше, чем предшественники, естественно, об этом нужно будет указывать, ладно, давайте не будем сильно на этом зацикливаться, все, я думаю, так понятно, все этот товар знают, как пример я его показал, ну, и если вы продаете, не пишите оригинал, ну, и не говорите, что реплика, потому что все-таки, насколько я знаю, есть реально оригинальные, дорогие виды этих фотоаппаратов, видеокамер, вы в данном случае продаете их подделку, которая создана в Китае, но подделка неплохая, поэтому в принципе говорить, что это копия, можно не говорить, но проверить перед продажей, своему конечному потребителю, розничному покупателю, я рекомендую, поехали дальше, маска для снорклинга, вы сейчас скажете, Андрей, что же ты за боям тут показываешь, соглашусь, боям товар заезженный, но ребята, сейчас выбирать не из чего, серьезно, после карантина, сейчас будет кризис, товаров особо никто не возит, в большом количестве, рисковать все боятся, кто товары возит из Китая, поэтому в основном сейчас будут такие старые заезженные товары, просто нужно находить метод их продажи, почему советую маску для снорклинга, ну, потому что реально у нас их берут в больших количествах, потому что я сам ей пользуюсь, я даже это написал, реально я ее беру на море, иногда даже на речку, но на речку неинтересно, в основном на море, и в ней купаюсь, потому что действительно она удобная, поэтому я этот товар рекомендую, качество реально хорошее, брак бывает, но его мало, но брак в основном, если только в клапанах, и то они зачастую идут дополнительные в комплекте, широкая целевая аудитория, то есть как дети, как взрослые, любой человек купит, самое главное продавать это летом, а лето это самый сезон, как вы видите здесь написано, поэтому товар рекомендую, проблем с модерацией, естественно, нет, если вы будете просто продавать, как маску для снорклинга, не маску для снорклинга, там, изи биц или как она там называется, ирбиц или как, не помню, в общем, если не пишете название бренда, то в принципе продавать можно, естественно, понятное дело, что это реплика, хотя знаете, я тоже недавно заходил в декатлон, ну как недавно, до коронавируса еще, и в декатлоне видел оригинальную маску, за 1990 она была уже по акции, но это было, знаете, распродажа, в обычные дни она стоит 3,5, от 3 до 5 тысяч, в зависимости от вида, поэтому, несмотря на это все, продавать можно, и спрос на них действительно есть, продавать где? Ну, конечно же, доски объявлений, сколько раз я уже про них говорил, вот видите, да, 1250, 1250, 1390, 1200, ребят, забыл сказать, несмотря на то, что я рекомендую продавать на досках объявлений, многие из вас говорят, вот, там демперов много, там ценники неадекватные, 500 рублей с одной продажи, это разве деньги? Ребят, вы пользуетесь бесплатным агрегатором, доска объявлений, авито, юла или еще где-то, имейте совесть, 500 рублей с продажи, это охрененно, без учета рекламы, и зачастую человек сам приезжает за товаром к вам, я даже этим до сих пор занимаюсь, несмотря на то, что занимаюсь товаром давным-давно, и продаю в больших количествах товары, ну, не скажу, что на автомате, но, по крайней мере, минимизировано этим занимаюсь, я все равно через доски до сих пор продаю, это дополнительные копеечки, которые, хотя бы на хлеб и воду вам хватит, поэтому с продажи 500 рублей, это круто, ну, заведите 5 товаров на доске объявлений, которые у вас будут регулярно продаваться, делайте 5 продаж в день, это уже 2 500, 2 500 в день для большого города, даже 50 тысяч в месяц, извините, вы ни на одной работе не заработаете, поэтому я вам скажу, даже 300 рублей зарабатывать с доски объявлений, это круто, ну, естественно, если учесть, если товар был за 200 закуплен, поэтому, несмотря на эти дешевые цены, конкурировать все равно можно, но делайте какое-нибудь предложение, более, конкурентно способное, делайте какой-нибудь подарок, делайте бесплатную доставку, еще что-то, и за счет этого вам не придется демпить цены, так, ну, пример, давайте посмотрим, подводная маска, 1400 рублей, ну, как бы, все понятно, фотографии спертые, вообще, это какой-то магазин, он зазывает себе, чтобы пришли в мир удивительных товаров, но я не очень к этому отношусь, потому что, подобное явление, и не очень на досках заходит, как я уже сказал, люди не любят барыг, поэтому старайтесь так не делать, лучше продавайте от себя, поверьте, это работает гораздо лучше, так, социальные сети, ну, покажу пример, на самом деле зацикливаться не буду, потому что хорошего примера социальных сетях я не нашел, потому что, видимо, не очень заходит он, или никто особо не пробовал, ну, в общем, не буду зацикливаться на этом долго, конечно же, сайты я здесь не показал, через сайт можно продавать, продают через свои маркетплейсы, люди создают маркетплейсы, которые вылетают по SEO, и плюс привязывают его к Яндекс.Маркету, и за счет этого имеют хорошие продажи, но в данном случае рекомендую, либо находиться в Москве, либо как-то делать это по дропшиппингу, но здесь подсказать не могу, я дропшиппинг не особо люблю. Так, ну вот, вот хочу вам показать на маркетплейсе, как это выглядит, то есть 1390 человек продают, я уверен, что у него идет, ну, хотя бы заказа 5 в день с этого товара, потому что цена хорошая, товар хороший, и я сам лично через беру этот товар продаю, и почему я сказал 5 заказов в день, потому что цену он неплохую указал, на маркетплейсах зачастую все зависит от цены, но чтобы на маркетплейсе действительно зарабатывать, конечно, желательно находиться в Москве, говорю вам честно, как есть, многие вам бизнес-тренеры будут рассказывать, что вот, живете там где-нибудь в Мухосранске, оттуда управляете, и через маркетплейс кучу бабла делаете, ну, скажу вам честно, такого не бывает, чтобы через маркетплейс зарабатывать, лучше, конечно, находиться в Москве, ну, или как-то делать так, чтобы товар вам доставался подешевле, потому что будете покупать у поставщика, посчитайте сами, вот давайте, да, сейчас посмотрим, сколько у нас оптовая цена на сайте, ну, грубо говоря, даже вы 10 штучек возьмете, а, ну, хотя, ну, хотя с даньси, в данном случае, конечно, можно, ой, в данном случае, конечно, можно и у нас купить, мы вам на маркетплейс, к примеру, увезем, и вы там это все реализуете, да, но бывают товары, в которых маржа там и так 200 рубля, если вы еще оптового поставщика, который делает свою наценку, делать и покупать, то будет сложно, но данный товар, да, зайдет, другие товары, не факт, но и на маркетплейсе, кстати, можно продавать и товары своего производства, хендмейт, можно делать какие-то композиции, там, из сладости, еще что-то, то есть, можно придумывать, главное тестировать, не лениться, но халявы на маркетплейсе нет, если вы сейчас видите кучу рекламы, про маркетплейсы, особенно, где обманывают, что делать ни хрена, зарабатывать до хрена, такого не бывает, на маркетплейсе, работать нужно не меньше, чем с одностраничниками, но, мое личное мнение, что одностраничники, конечно же, отходят, поэтому, обратить внимание на маркетплейсы, я все-таки рекомендую, но, это не самый быстрый путь, ну, цену показал, все рассказал, думаю, лишних вопросов, поэтому товара быть не должно, просто, главное, протестировать, следующее, монокуляр панда, про него я тоже не раз рассказывал, товар мне нравится, почему, да потому, что последнее время, на монокуляры огромный спрос, а в основном, это монокуляр бушнель, который уже заезжен, который говнястого качества, и вот вам хороший, аналог этому монокуляру, называется монокуляр панда, он компактный, то есть, он влазит в руку, он небольшой, поэтому, где-то отправлять, еще что-то будет просто недорого, качественный, как я уже сказал, цена у него, в закупке недорогая, и продавать его тоже можно хорошо, за счет того, что он качественный, то есть, маржу делать можно очень хорошо, на него есть спрос, особенности летом, как я сказал, да, летний товар, вот вам, пожалуйста, для лета монокуляр панда, хорошая комплектность, то есть, там, этот товар можно, как самому, глазиком смотреть, и наблюдать за какими-то предметами, также, в этот товар можно, записывать видео, или снимать фотографии, то есть, есть специальное приспособление, чтобы, прицеплять его к телефону, плюс, есть, треножки, на которые можно поставить, и, к примеру, можно поставить на подоконник, поставить на видеозапись, вечером вернуться, и получить какую-то информацию, или сделать, смонтировать, какое-то интересное видео, то есть, штука прикольная, многофункциональная, много у нее плюсов, и за счет этого можно продавать, ну, конечно же, нет проблем с модерацией, потому что, вроде как, это никакой бренд не копирует, панда это выдуманное название, поэтому, должно все отлично продаваться, где продавать, ну, конечно же, доски, объявлений, уже сколько я про них твержу, всегда, с них начиная, и вот, хочу показать примеры объявлений, 1200, да, если учесть, что, не знаю, там, рублей 500, он в опте стоит, вот, продают, по-моему, это Москва, да, Москва, Южная Бутова, то есть, вот такое описание, ну, наверное, человека продается, потому что объявлений много, на такой товар, да, не наверное, я сам продаю эти монокуляры, потому что у меня на остатках какие-то лежат, там, с коробками мятами, потому что опытами хрен продаж, и я их через досточки потихонечку проталкиваю, и по 900 рублей, по 1000 они спокойно зайдут даже через доски, сайт, да, вот пример сайта, хочу тоже показать, как его через сайты продают этот монокуляр, в данном случае по 990 рублей, цена дешевая, но это сайт типа мини-маркетплейса, про который я говорил, который настроен по SEO, и за счет этого, человек, когда заходит в Яндекс или в Google, вводит название там, купить монокуляр, и попадает на этот сайт, и как видите, на этом сайте продают всякие вал товары, которые также у нас с Китая, с того же садовода, и ничего здесь удивительного нет, вот к вам как идея, опять же не быстрый путь, но шанс заработать, ну и конечно же маркетплейсы, много раз говорил, что через маркетплейсы товары, ноу-нейм продавать очень легко, блин, что-то я косячил, не поменял, видимо здесь ссылку, да, уходит на маску, ну, вот это я тоже фотку сделал, скриншот с маркетплейса, с Озоном в данном случае, как видите, за какие цены, там подобные монокуляры продают, поэтому конкурировать можно, на маркетплейс заходить можно, многие маркетплейсы сырые, многих товаров там нет, вообще без проблем, но путь не быстрый, ну и давайте посмотрим по ценнику, да, как я сказал, там в районе 500 рублей он стоит оптом, то есть он недорогой, он качественный, кстати коробка сейчас у него другая, никаких иероглифов нет, черно-белая коробка, монокуляр, то есть выглядит все более круче, чем здесь, ну вот демонстрация, показывать не буду, это лишние глупости, я думаю сидеть видео смотреть, сейчас нам с вами, ну в общем-то все сказал, монокуляр классный, приглядитесь, многие почему-то сквозь уши пропускают, когда про такие товары рассказываю, о которых никто не знает, но я рекомендую все-таки приглядеться, так, дальше, кольцевые лампы, на сегодня это будет последний товар, но тем не менее, он реально заходной, особенно в режим самоизоляции, который у нас был, много людей стало блогеров, или многие блогеры у нас активировались, или многие стали тиктокерами, и им конечно же нужна была кольцевая лампа, кольцевая лампа конечно бывает профессиональная, которую стоит в закупе там по 5-10 тысяч рублей, естественно в условиях кризиса, у нас в стране никто такие позволить не может себе, поэтому покупали там за 2-2,5 тысячи кольцевые лампы, китайские, как у нас на сайте, несмотря на это, несмотря на то, что они китайские, недорогие, у них неплохое качество, я скажу вам больше, я свои видео на свой канал, с помощью этой лампы записываю, то есть я себя снимаю, и мне света в принципе хватает, не знаю, поделитесь в комментах, может быть хреновый свет у меня, может быть стоит профессионально купить, но мне лично нравится, три основных размера, если не ошибаюсь, 26, 30, 36, но самый популярный это 26, он недорогой, он более компактный, и проще его продать, тренд, да, как я уже сказал, все сейчас хотят быть блогерами, плюс самоизоляция дома сидит, тренд был колоссальный, ну и я думаю, что сейчас это будет продолжаться, и у нас сейчас все равно его десятками штук берут, сотнями не берут, конечно, но десятками штук берут, она габаритная, это минус, то есть если вы будете продавать по всей России, отправлять будет невыгодно, ну если конечно брать стоимость доставки на клиента, то в принципе можно будет не запариваться, но то, что она габаритная, это конечно не плюс, потому что если даже вы у нас оптом заказываете, за каждые 10 штук, доставка уже будет стоить внушительную сумму, рублей наверное от 700, потому что товар габаритный, потому что вот это идет в отдельной квадратной коробочке, и штатив идет в такой длинной удлиненной коробке, и это очень неудобно, практически нет брака, да, то есть очень простая конструкция, обычная лампа, которая идет из пластика, LED, обычный штатив, ничего сложного, и один проводок, и пультик там, который к проводку привязан, все, то есть брак минимальный, там не знаю, тоже из нескольких тысяч штук, может быть одна-две лампы, там что-нибудь с ними будет, но опять же тут невесомо, это все не сильно, это страшно, можно поменять, ну и плюс, можно конечно давать гарантию на товар, месяц-два, потому что живет он долго, ну и не используют его так, так как например, аирподсы вторые, которые каждый день ты в уши втыкаешь, каждый день ты их заряжаешь, это используется более реже, ну и минус, можно так сказать, они быстро заканчиваются у оптовых поставщиков, зачастую на них огромный спрос, а товара просто нет в России наличии, поэтому если вы занимаетесь товаром, если у вас он зашел, покупайте сразу побольше, так вам скажу, где продавать, неудивительно, доски объявлений, пример, ну вот как видите, 1350, 1600, 2590, давайте изначально посмотрим, какая оптовая закупка у нас, примерно этих ламп, ну вот как я вам сказал, 26, 30, 36, это основные размеры, 26, самая популярная, в опте, к примеру, 10 штук, берете 1140, не дешево, конечно, 1140, ну и продают здесь тоже по-разному, кто за 2600, кто за 1600, кто за 1350, но опять же, 1350, это может быть оптом продают, я не знаю, если в розницу, ну конечно, это дешево, я честно скажу, так вот, 1600 рублей, вот три вида, вообще 44, да, какое-то, такая тоже существует, ну и ценник 5000, но почему, у нас даже на сайте ее нет, потому что редко берут 5000, купить лампу, 44,5, да она особо светить-то лучше и не будет, она только вас слепить будет, на самом деле, и если сильно много света, это тоже плохо, изъяны будут все на морде видно, вот продают до 1600 за 2600, 2300 за 30, ну в общем-то ценники нормальные, город какой, Москва, ну в Москве всегда все подешевле, на досках объявлений, поэтому тоже не смотрите на это, я просто вам хочу показать пример, вот человек сам отфотографировал, все прописал, все сделал, вот кстати, как я говорил, коробочки выглядят под эти лампы, коробочки, ну и плюс еще штатив идет в отдельной, такой удлиненной коробочке, в общем-то товар неплохой, качество отлично, через доски, вообще супер, ну конечно же, на сайте, сейчас покажу тоже сайт пример, не хочу показывать лендинг, потому что, как я говорю, лендинги уже в последнее время отходят, я вам хочу все-таки показывать такие более интересные варианты, вот в данном случае тоже, интернет-магазин, сделанный под мини-маркетплейс, тоже вот продает кольцевые лампы, и здесь тоже у него сделано под SEO, настроил под SEO, и у него этот сайт, также в органической выдаче выходит, и человек заходит, и покупает у него, и при этом бесплатная, бесплатная реклама, вот как видите, у него тут тоже вау-товары, которые с Китая, которые есть у нас на оптовом сайте, ничего здесь удивительного нет, вот, это вот как вам идея, такой мини-интернет-магазин, который будет настроен с Яндекс.Маркетом, с другими сервисами, и конечно же прописан под SEO, чтобы он в органической выдаче, у вас был бесплатный трафик, ну и конечно маркетплейс, надеюсь, правильно я ссылку на оформил, да, вот смотрите, на зоне продают, 2000 за 26 сантиметров, 225, ну то есть я уверен, что это те же лампы, китайские, как на нашем сайте, да, даже та же упаковка, и все, без проблем, заходите на маркетплейс, продаете, ну хотя видите, да, конкуренция большая, но можно придумать что-то свое, не обязательно, ну не знаю, не обязательно лампы, я уже показал, что монокуляров там нет, вот этих панд, почему бы и нет, хорошая идея, ну цены я вам уже показывал, ну в общем, все про эти лампы знают, что-то серьезное рассказывать, дальше не буду, самое главное, всегда говорить людям правду, ну и проверять на брак перед продажей, это очень важно, ну и в конце этого видео, я хочу все-таки поговорить о главных моментах, сказать коротко о главном, впереди кризис, как обещают, он будет приблизительно до 2025 года, говорят это многие мировые экономисты, и здесь очень важно все-таки в кризис, многие люди наживаются, да, на беде других, на беде других людей, потому что люди, у людей не хватает денег, они начинают доверять, вестись на обман, и в данном случае даже на обман в товарке, когда продают товар, хреновую копию под видом оригинала, и человек выкладывает последние деньги, и потом вам просто негативит, поэтому будьте честны, все-таки кризис коснется каждого, и вы обманете одного человека при продаже, потом вас обманут где-то в другом месте, да, вы обманули человека на пару тысяч рублей, потом вас обманет государство на миллион рублей, даст вам штраф за то, что вы на улицу без маски вышли, ну это я так, конечно, слишком превысил, прикольнулся над этой ситуацией, но все-таки будьте честны, потому что все в жизни возвращается, и тем более в кризис, это очень гнилое дело, для других людей обманывают. Эра лендингов, как я уже говорил, отходит, и нужно придумывать что-то интересное, но в большей степени это интернет-магазины, да, как я показал, такие более полноценные, подстроенные под Яндекс.Маркет и так далее, маркетплейсы, и можно придумать что-то другое, может быть сделать YouTube канал, где вы будете показывать товары и переводить уже по ссылке на свой сайт, идей много, но по лендингам, я даже сейчас вот анализирую, я сам от этого начал отходить, и я вижу, что многие конкуренты тоже от этого уходят, и реклама на лендингов очень редко сейчас видно. Следующее, будьте добры друг другу, как я уже сказал, да, вот такой негатив, чтобы вы его не видели, старайтесь быть честным и самое главное добрым, вот написал вам человек, ну пойдите к нему навстречу, обменяйте товар, но сделайте из этого вывод, что больше делать так не нужно, будьте добрее к людьми, а доброта заключается в честности и в отношении, и не только к своим клиентам, будьте добры и к поставщикам, у которых вы заказываете товар, не общайтесь с ними как с животными, ни в чатах, ни при прозвоне, потому что у меня работают менеджеры, бывают такие ситуации, что человека я просто встречаю вечером, захожу в офис, и он просто сидит в слезах, потому что за день вы клиенты, ну я не хочу говорить каждому, я знаю, что все, кто смотрит мой YouTube канал, это адекватные люди, за это я вам благодарен, но бывают такие люди, которые просто по-скотски общаются с операторами, с менеджерами, считая, что им кто-то должен, нет ребята, операторы сидят за небольшую зарплату, и они стараются помочь вам купить качественный товар и заработать на этом денег, и когда вы звоните с таким, там вот вы вообще работаете, вы вообще там первый день что ли работаете, или вы что там мошенники, и так далее, то есть будьте добрее друг к другу, абсолютно к каждому, следующее, инвестируйте в здание, вот кризисы такое время, когда сложно найти то, чем заниматься, то есть сложно сорвать быстрых денег, ну за исключением мошенничества, но если по-честному, то сложно заработать, и легких путей в кризис никогда нет, поэтому обязательно обучайтесь, инвестируйте в здание, изучайте что-то новое, когда вы заходите на YouTube, а я знаю, что большинство из вас смотрит YouTube каналы, потому что вы даже сейчас на моем канале, старайтесь смотреть более такую информацию, которую даст вам в будущем хорошие плоды, то есть не смотрите Эдварда Билла, да, пранки, не смотрите этого Моргенштейна, еще кого-то, ну иногда, конечно, можно сесть под пивко это посмотреть, но 70% своего времени все-таки уделяйте более серьезным вещам, смотрите про экономику, изучайте политику, думайте о своем будущем, читайте умные книги и только тогда со временем у вас будут какие-то результаты, а если вы хотите получить быстрых денег, продавая копию и обманывая людей, это ни к чему хорошему не приведет, месяц у вас будут деньги, а потом у вас будет плохая репутация и денег вообще не будет, поэтому знание это самая лучшая инвестиция, а не инвестиция, например, в какого-нибудь, не знаю, жулика, который вам пообещал быстрых денег, про знания я имею в виду, конечно же, это та информация, которую нужно самому вычерпивать в интернете, а не которую вам готовенькую за деньги хочет преподнести какой-то бизнес-тренинг, вот это я хотел в этом предложении донести. Все, друзья, реально устал, что-то я уже на этом видео, много всего рассказал, много с вами поделился, как говорится, от души выложил, все по-честному, никаких сказочек вам не наговорил, всем, у кого розовые очки снимаем, все, кто адекватный, спасибо большое, ставим лайк, подписывайтесь на канал, ну и, конечно же, буду благодарен за хороший комментарий под этим видео, ну, также на критику я тоже хорошо реагирую, главное, пишите по делу. Все, друзья, всем пока, до новых встреч, спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok